Раби Мейр Каханы. Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Глава «Художники, интеллектуалы и недоумки». Я никогда не боялся арабов. Кто меня пугает, так это евреи. Язычники тоже никогда не представляли для евреев главную угрозу. Это евреи всегда были своими же самыми страшными врагами. Ни одно арабское государство или их группа не может поставить Израиль на колени. Для этого им понадобится найти врага внутри нас, среди евреев, пораженных ненавистью к самим себе, раковой опухолью вины, леммингов из движения самоубийства сейчас. К нашему величайшему огорчению недостатка в них у нас нет, и враг у наших ворот, у наших стен. А раз так, совершим экскурсию в еврейскую страну грез, бастион израильских леволибералов, крепость пораженных виной и ненавистью к самим себе, современным Самсоном, охваченным желанием погибнуть и забрать с собой нас. Салах Таамри занимает пост высшего военного руководителя в ООП. Он был одним из создателей молодежного подразделения ФАТХ, военное крыло ООП. Он также командовал войсками в битве с израильскими силами при Караме и Ордане. Кроме того, Таамри был одним из командиров террористов в Ливане, где и был захвачен в плен израильской армии. Там его поместили в печально известный лагерь Анцар. Печально известный, потому что в этом лагере под руководством Таамри террористы ежедневно оскорбляли израильских солдат, бросали в них еду и экскременты, пытались напасть на них и сбежать, а израильские охранники были скованы унизительным приказом не применять силу, иначе мировое общественное мнение обернется против них. Таамри, высший руководитель террористов, ненавидящий Израиль, не лишен обаяния и ума. Он настолько умнее израильтян, что автоматически становится объектом для их комплексов вины и душевных болезней. Неудивительно, что недавно вышла книга, полная восхвалений в его адрес. Ее авторы Аарон Барнеа, официальный комментатор арабской проблематики на израильском государственном радио, и его жена. Барнеа, представитель левого крыла, чей любовный роман с арабским миром достоин войти в классику психологии, взял у Таамри интервью и был поражен этим человеком в полном смысле слова. Араб, полностью убежденный в правоте своего дела, против израильтянина, неуверенного в своем праве жить в Израиле, в своей еврейскости, в самой своей сути. Между ними не было ничего общего. Достаточно сказать, что Барнеа попросил у военных властей дать лидеру ООП разрешение на экскурсию по Израилю, где тот посетил Кибуцы, дом Барнеа в роскошном Ромато-Шароне, а также Яд-Вашем, мемориальный центр Холокоста. Конечно же, террорист раскаялся. Конечно же, араб, чья победа над Израилем стала бы вторым Холокостом, был очень впечатлен Холокостом первым. Кибуцник Амос Оз, писатель, кумир Джейн Фонды, тоже встретился с арабским львом, который на тот момент стал обязательным пунктом программы для всех леммингов интеллектуальной и культурной богемы ассимилированного еврейства. Оз пишет, меня часто приглашают на вечеринки, но я их не посещаю. Однако, если когда-нибудь будет создано Палестинское государство, а вы станете его послом, я обещаю, что посещу вашу вечеринку. Бедный Амос. Из него вышел никудышный пророк. В день основания Палестинского государства террорист из ООП сделает все возможное, чтобы ни в коем случае не стать послом в государстве, которое он стремится уничтожить. Тамри должен быть удостоен всех наград за талант удерживаться от смеха. Ведь он был освобожден из Анцара благодаря своим израильским друзьям, увидевшим в нем справедливость, героизм и национализм, которых лишены они сами. Его почти не услышали в мае 1986 года, когда он вернулся на пост Верховного главнокомандующего силами ООП в Иордании, после чего был выслан Хусейном, считавшим его слишком опасным для страны. Я бы с готовностью обменял одного разумного Хусейна на двух безумных еврейских израильтян Барнеа, господина и госпожу, которые всегда будут готовы поведать своим детям, как они должны гордиться тем, что сидели на коленях террориста у себя дома в Рамата-Шароне. Как знать, быть может он еще вернется. Это входит в его планы. Национальная мафия израильских леммингов уже набросилась на эту книгу. Иошуа Соболь, драматург из театра еврейского самоубийства, немедленно объявил, что собирается поставить по книге пьесу. Соболь является главным драматургом Хаевского театра, который вместе со своим руководителем уже заслужили почетные места в зале славы еврейской страны грез. Действительно, израильские пьесы и фильмы превратились в океан еврейского мазохизма. Они раз за разом изображают мерзкого еврея-нациста, угнетенного араба, любовь между арабом и еврейкой среди мира ненависти, презрение к иудаизму. Почти невозможно измерить глубину всей ненависти евреев к самим себе. Болезни, поразившие бесчисленное количество молодых израильских евреев, которая подрывает их веру в сионизм, в армию, в правоту своего дела. Соболь и Хаевский театр в числе тех, кто возглавляет эту армию еврейского мазохизма и ненависти к себе. Они болезнь, чума ненависти евреев к евреям. Весной 1986 года Хаевский театр совершил поездку в Чикаго, где представил две пьесы Соболя «Гетто и душа еврея». Пьесу «Гетто» хорошо описал Ной Клигер, выживший во время Холокоста, выпуски газеты «Идиота Харонот» от 29 мая 1986 года. Чикаго и Вашингтон в восторге от гетто и души еврея. Все в восторге от гетто. Пугающие постановки, главная цель которой очевидно – показать, что даже перед лицом смерти евреи не перестают быть мерзкими, испорченными доносчиками и эгоистами. Все в восторге от отталкивающего образа евреев. Это приводит неевреев к мысли, что не так уж и плохо, что число столь отвратительных персонажей было немного уменьшено. Все довольны. Еще бы. Еврейский писатель на подмостках еврейского театра представляет теорию, которая лишь подтверждает их собственные взгляды. Конец цитаты. Можно также добавить, что позорная пьеса была показана накануне израильского дня памяти жертв Холокоста. В другой пьесе «Душа еврея» рассказывается об Отто Вейнингере, одном из самых мерзких персонажей венского еврейства начала 20-х годов. Имя этого человека стало нарицательным понятием, обозначающим ненависть к себе. Будучи умным и беспокойным человеком, он ненавидел и свою еврейскость, и самого себя, пока в конце концов в довольно молодом возрасте не свел счеты с жизнью. Эта пьеса, отражающая, как в зеркале самого Соболя, представляет собой непрерывный поток еврейского антисемитизма. Глубокое беспокойство в душе и уме Соболя, столь характерное для светско-израильской творческой интеллигенции, лучше всего видно из следующего отрывка. В этой сцене женщина делает Вейнингеру массаж, и он, обнаженный, говорит. О Господь, Бог наших дней, женщина и еврей ко всех времен, да будешь благословенна ты и наше имя, давшее мужчине секс. Господь, Бог секса, укрепи мой дух сексом, укрепи мое тело сексом, благослови мои дела сексом. Конец цитаты. Подари совершенное сексуальное положение тела. Вот такое зловонное испражнение израильского производства экспортируется в Чикаго, Вашингтон и Эдинбург, где пьеса открыла знаменитый Эдинбургский фестиваль 83-го года, а также Бродвей в 87-м году. В Чикаго ассимилированные евреи Израиля встретились с членами чикагской еврейской общины. Встреча, которая совпала с началом праздника Песах, стала шокирующим откровением для присутствующих приверженцев сионизма. В газете «Джерузалемпост» от 10 июля 86-го года было опубликовано письмо А.И. Вейнцвейга, профессора математики Иллинойского университета, пережившего ужасы Холокоста. В нем он описывает возмущение сцены, изображающей гуманность офицера СС. В ней офицер поймал еврея с пистолетом, отнял его и отпустил. В письме, в частности, говорится. Одна немка сказала, что офицер СС изображен неверно, поскольку ни один эсэсовец, поймав еврея с пистолетом, просто так не отнял бы его и не отпустил, как мы это видим в пьесе. Дорон Тавори, сыгравший эсэсовца, ответил, что он родился в Иерусалиме, как и его родители, ничего не знает о Холокосте, грустный упрек в адрес израильского образования, что хотел изобразить нацистов не монстрами, но людьми, не чуждыми культуры, и что внутри нас всех есть немного от нациста. Это вызвало в зале бурю протеста. Люди хотели понять, не собирается ли Тавори сравнить Израиль с нацистской Германией, на что он ответил, посмотрите на Германию времен раннего Гитлера и сравните ее с современным Израилем. Ведущий решил сменить тему разговора и задал вопрос другому члену группы. Это был Юсуф Абу Варда, израильский араб. Он ответил, что он не еврей, а палестинец, родился и вырос в Хайфе. Вот вам пример человека, который родился и получил образование в Израиле. Путешествует за границей с израильской театральной труппой и утверждает, что он палестинец, а не израильтянин. Затем он принялся рассуждать, что современный Израиль очень похож на нацистскую Германию. Позже, на той неделе, в местной прессе было опубликовано интервью с Тавори, в котором он сказал, что Хайфский театр стремится отразить проблему палестинцев. При этом он добавил не без удовлетворения, что в Израиле ООП считает их своими представителями. В субботу вечером, а именно 10 мая, мы посетили прием, организованный для труппы Хайфского театра. Хозяйка приема извинилась и объяснила, что он был запланирован задолго до инцидента в театре. Члены труппы пожаловались, что чикагская еврейская община не оказала им поддержки. Я обратил их внимание на то, что охлаждению к ним общины послужило открытие спектакля на Песах. В ответ они сказали, что имеют право назначать спектакли на любой день. Нет конца длинному списку мазохистских и полных ненависти к себе, израильских пьес и фильмов, порочащих армию, иудаизм и сионизм. Главные союзники арабов – это израильская богема, театр и пресса. В конце 1985 года пьеса «Эфраим возвращается в армию» была запрещена по той причине, что сравнивало израильское правление в Иудее и Самарии с режимом нацистской Германии. Автор пьесы – известный израильский коммунист Ицхак Леор. Двумя годами позже Леор написал стихотворение, в котором еврейские поселенцы готовят свою пасхальную мацу на крови палестинской молодежи. Пьесе «Губернатор и Ерихона» рассказывается о жестком и глупом еврейском военном губернаторе и бедном преследуемом арабском террористе. Этот террорист вместе с солдатом, не подчиняющимся приказам, являются главными героями пьесы. Тот же драматург Йосеф Монди написал другую пьесу – «Ночи франкфуртских геев», в которой изобразил владельца немецко-еврейского борделя во Франкфурте, Западная Германия, и солдата израильской армии. Солдат переезжает из Израиля в Германию, где зритель застает его в борделе за занятием сексом. Строчка из пьесы «Вы, евреи, ничуть не лучше нацистов. Вы тоже убиваете арабов. Дай вам возможность, вы бы делали все, что делали нацисты». Конец цитаты. В другом месте, «Евреи вообще не люди. Они не принадлежат к человеческой расе. Они худшие из врагов, которые только ходят по земле». Конец цитаты. Когда во Франкфурте готовилась премьера антисемитской пьесы «Мусор, город и смерть» левого немецкого христианского драматурга Рейнера Фассбиндера, немецкое, израильское и мировое еврейство выразило протест против этой антисемитской постановки. В этой пьесе было относительно немного антиеврейских фраз и намеков в сравнении со многими пьесами в Израиле. Неудивительно, что религиозные партии Хайфы в июне 1986 года потребовали, чтобы муниципалитет прекратил финансирование театра. Национальные мазохисты неизменно стремятся осветить свои три любимые темы «Любовь между арабом и еврейкой», «Угнетенный палестинец» и «Жестокая израильская армия». Такие постановки, как «Один узкий мост», «Палестинец» и «Общая квартира» нападают на базовые ценности иудаизма, сионизма и государства Израиль и особенно еврейское неприятие межнациональных браков. На эту же тему сняты такие фильмы, как «Хамсин» Дэнни Ваксмана, «Серебряный поднос» Иуды Немана и «Давление Михаэля Агнона». «Общая квартира» – история еврейской девушки, естественно, которая снимает комнату вместе с арабским студентом, естественно. Была восторжена, охарактеризована газетой «Хадашот» как ответ каханизму. Вот что должно объяснить подлинный смысл борьбы Каханы с его врагами. Вот что показывает, что на самом деле хотят враги Каханы. Все эти пьесы отравляют умы десятков тысяч молодых людей. Во всех них красной нитью проходит подлинное намерение оппонентов каханизма. Имеет ли еврей за границей Израиля хотя бы малейшее представление о том, что происходит? Знает ли он об этом духовном и нравственном разложении? К разряду наихудших мерзостей относится фильм 1984 года «За стенами», который был номинирован на голливудовскую премию «Оскар» в 1984 году как лучший иностранный фильм года. В прошлом январе эта мало чем примечательная картина уже выиграла израильский вариант «Оскара», после чего удостоилась самых помпезных и преувеличенных похвал как за границей, так и в Израиле в лице упадочных деятелей богемы, которая, как и во всех западных странах, идет в авангарде разложения и морального суицида государства. Фильм «За стенами» поставил режиссер Ури Барбаш, крайне левый деятель организации «Мир сейчас» Шалом Ахшав. Ему удалось очень точно уловить принцип уничтожения общества изнутри. Если военная доблесть и технологическое превосходство нации соединяются с сильной волей к победе и уверенности в правильности избранного пути, победить ее невозможно. Единственный способ вызвать крах такой нации и общества состоит в том, чтобы подточить ее уверенность изнутри. Для этого нужно внедрить в людей сомнения в справедливости и правильности борьбы, заразить государственную систему вирусами вины, моральных сомнений и ненависти к себе. Если заразить нацию такими болезнями, она начнет производить солдат, лишенных идеализма и моральной ясности, необходимых для достижения высот героизма, солдат, которые будут медлить применять силу, необходимую для собственного выживания, которые будут бояться попадать в определенные ситуации, для которых само слово «Ливан» станет символом крайнего внутреннего дискомфорта, солдат, которые впервые начнут отказываться служить в Ливане и оккупированных территориях, и участвовать в определенных операциях. Вьетнамизация Израиля. Вот истинная программа и план организации «Мир» сейчас, Шалом Акшав. А тот выстрел, который приведет к внутреннему краху, будет сделан упадочными и «ненавидящими себя художниками» в кавычках, для которых пресса, телевидение и кино являются лучшими инструментами промывки мозгов. Из всех орудий в руках врагов государства Израиль нет более эффективного, чем внутренние орудия культуры, артиллерия, развлечения, и палец на курке принадлежит не кому-то, а еврею. «За стенами» – это фильм, направленный на разрушение главной преграды на пути левого движения за крах Израиля, который является нормальное, здравое и правильное восприятие израильтянами араба как врага, и, что важнее, жестокой, кровожадной, беспощадной природы этого врага. В частности, в первую очередь необходимо нейтрализовать, промыв им мозги, сефардских евреев, тех, кто жил под правлением арабов, кто обладает острой ясностью ума, кто знает врага изнутри и никогда не захочет еще раз насладиться в кавычках арабским гостеприимством. Именно это и является целью барабаша и его фильма. Это дешевый фильм, заигрывающий со вкусами публики при помощи образа тюрьмы. Именно тюрьма с ее жестокими охранниками и делается основной декорацией событий. Зная, что для обитателей низов общества характерна склонность возмущаться властью в любом виде, левый барабаш проницательно фокусируется на этом возмущении. В фильме показана тюрьма и две основные группы ее обитателей – евреи и арабы. Главной целью барабаша было подточить отрицательный образ арабов, одновременно разрушив положительный образ еврея. Так арабы показаны идеалистичными террористами, в то время как евреи – простые преступники. Арабы и их лидер – настоящая звезда фильма, предстают перед нами эдакими интеллигентными идеалистами, попавшими в тюрьму из-за своей высокой цели, в то время как евреи – головорезы, невежды и хулиганы, которые оказались в тюрьме из-за эгоизма и обычных преступлений. Барабаш тщательно выбрал актера на роль лидера арабских террористов. Он светлый, с голубыми глазами, такой же араб, как я китаец. И, как по внешним, так и по личным качествам, весьма симпатичен израильтянам. Строя на этом фундаменте, барабаш приступает к решению главной задачи фильма – показать, что это не евреи должны воевать против арабов, а альянс бедных угнетаемых евреев, читай Сефардов, и арабов должны бороться с коррумпированным еврейским истеблишментом. Таким образом, главная мысль картины – коррумпированное тюремное чиновничество, ущемляющее права в равной степени как евреев, так и арабов, а также стремление мудрого и уравновешенного лидера арабских террористов убедить довольно отсталого лидера еврейской тюремной своры в том, что арабы и евреи – братья по оружию против еврейской коррупции. Этот фильм – пятая колонна, бомба замедленного действия, дуло, направленное евреями в самое сердце Израиля. Конечно, фильм получил самые лесные отзывы от декадентской израильской богемы, которая входит в число столпов «самоубийства сейчас», в кавычках. И, конечно, Лемминг, обыватель, вечно обожающий свою творческую интеллигенцию, в кавычках, становится на ее сторону, не обращая никакого внимания на сентенции типа «В чем разница между взорванным террористами-автобусом и обстрелянным израильской авиацией лагерем беженцев?» И, конечно же, фильм снискал массу наград, поскольку декаденты из мирной богемы тут же кинулись номинировать его на звание лучшего иностранного фильма года. Однако более важно то, какое влияние этот фильм оказал на израильскую аудиторию. Она повалила на него валом, благодаря изрядной доле восторженных обзоров левых авторов в прессе, на радио и телевидении, подавляющее большинство зрителей составляла молодежь из числа сифарских евреев, те самые нормальные, здравые люди, которые до сих пор стояли стеной на пути барабашей всех мастей, стремящихся заразить израиль вирусом самоуничтожения. И сейчас этот вирус проник в государственное устройство Израиля. Это не первый подобный фильм, не первый снаряд из пушки внутреннего врага. Их было много, и почти все они вращались вокруг темы «бедного угнетенного араба», в кавычках, неизменно находящего успокоение в объятиях израильской еврейки. Но «За стенами» стал первым фильмом, которому удалось снискать международное признание. Его успех означает легитимацию культурного предательства и право внутреннего врага уничтожать нас изнутри. Или вспомним дебаты по вопросу цензуры, которой подвергся шведский фильм «Гетто Газа» беззастенчивая пропаганда ООП. В этой картине рассказывается об арабской матери, сын которой был убит во время антиизраильской демонстрации. На его могиле она восклицает, обращаясь к другим своим детям. «Вы вырастите и вступите в ООП, чтобы отомстить за его смерть!» Израильский цензор сделал то, что на его месте сделал бы цензор в любой другой стране, находящейся под дулом арабского пистолета. Запретил фильм к показу в Израиле. Но нет, сразу же последовал взрыв негодования со стороны упадочной богемы лиги самоубийства сейчас, этих внутренних культурных врагов, «Цензура! Чего мы боимся?» Еще один выстрел во внутренней войне еврейского государства изнутри наших стен. Но остается вопрос, что заставляет людей искусства ненавидеть государство, народ и самих себя? Что так влечет их к анархии, нападающей на все разумное и здравое, к этой иррациональной ненависти ко всякой власти, если говорить об Израиле и еврействе, что так манит их на баррикады против иудаизма и еврейского государства? Нет сомнений, что ответ нужно искать в самой природе людей искусства. По определению, человек искусства – индивидуалист, в котором преобладает чувство собственного «я», эго, которое не только вдохновляет его на создание шедевров, но и растет пропорционально его успеху. Каких-то людей привлекает профессия учителя, бухгалтера или врача, а каких-то привлекает «искусство» в кавычках, будь то живопись, музыка или мир развлечений. Художник в широком смысле слова – это человек со всепоглощающим эго, которое требует одобрения и раболепия толпы, которую он крайне ненавидит, поскольку она уступает ему в таланте и интеллекте. Его эго не позволяет ему ограничить свои потребности. Нет, ему нужна абсолютная свобода делать все, что хочется ради своего «искусства» в кавычках. Поскольку государство по своей природе является авторитарным, насильственным органом, которое требует от индивидуума уважения и подчинения, в силу этого оно становится естественным врагом художника. Это проявляется особенно ярко, когда на подсознательном уровне наступает мучительное осознание того факта, что бизнесмен, политики, военные, люди решительных действий, принимающие решения в реальном мире, иными словами, все то, чего художник избегает больше всего. Он всеми силами старается убежать от реальности, и это желание влечет его в собственный мир иллюзий. Вот почему художник будет порочить и презирать именно тех людей, которые живут в реальном мире, обязанных принимать трудные решения, которые сам он никогда не примет. Он ненавидит их за их силу, за их власть, за то, что они являются такими, каким сам он быть не может из-за своей слабости, прикрытой разрушительным нарциссизмом. И, конечно же, абсолютным врагом для еврейского художника является иудаизм, который требует от каждого принять бремя служения небу. А как же свобода? Иудаизм описывает свободу в таких терминах, которые не может принять ни один художник. Никто не свободен, кроме того, кто занят изучением Торы. Трактата вот. Единственная свобода, которую приемлет иудаизм, это свобода в рамках Аллахи. Этого еврея следует впрячь в ярмо небо. А как же искусство? Пожалуйста. Но только в рамках добродетели и Аллахи. Как красота и афета может обитать только в шатрах Сима. Для художника это неприемлемо. Это противно самой его сущности, которую снедает его эго, его я. Вот почему иудаизм и государство для него кровные враги. Вот почему ему никогда не по пути с властью в любом виде. И вот почему он движим саморазрушением, желанием уничтожить вместе с самим собой всех вокруг. Тот, кто движим собственным эго, никогда не найдет удовлетворения, никогда не будет счастлив. В этом мире он идет по пути вечного проклятия. И поскольку он не верит ни в кого, кроме себя, главная цель его существования – положить конец собственной агонии. В конечном итоге из-за него пострадаем мы все. Вспомним Надию. Еще один обязательный параграф для студентов, изучающих национальную психопатологию. Надия, 24-летняя террористка, была арестована на территории Израиля в Иерусалиме, когда пыталась подложить бомбу, которая вызвала бы массовую гибель людей. Ее приговорили к 12 годам заключения в женской тюрьме на Вейтерца. Поскольку она была красива, культурна, зажиточна, разумна и талантлива, еврейское милосердие глупцов победило, и ее поместили с обычными еврейскими преступниками, а не с другими террористами. Интересно отметить статью, появившуюся в Маариф 2 января 1985 года о еврейской осужденной, находившейся в той же тюрьме на Вейтерца. В документах ее имя значится как Г. Г. возмущена привилегированным положением заключенных террористов, женщин, их забастовками из-за плохой еды и готовностью охранников удовлетворить любую их прихоть. Они решительно ненавидят государство и армию и исполняют палестинские террористические песни. Во время событий в Сабре и Шатиле, лагерей беженцев в Бейруте, они выкрикивали оскорбления в адрес Израиля, на что охранница Б. ответила, что мы можем сделать. Однако в день независимости, когда мы благословили государство и запели «Ам Исраиль Хай», народ Израиля жив, охранник запретил нам петь, чтобы не создавать провокации. Конец цитаты. Но вернемся к Надье. С поразительным чутьем она пробиралась к эхиллесовой пятиеврея, чувству вины. Она научила своих сокаверниц музыке, показала им, как хорошо одеваться и носить косметику. Что важнее, она быстро выучила иврит, сочинила на нем песни и исполняла любимые песни сионистов. И одна тема не сходила с ее уст. Мир, 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 мир. Умная арабская террористка знала своих еврейских леммингов. Все ее любили. Тюрьму регулярно посещал один израильский интеллектуал. Она просила его отправлять ее письмо, незаконно. Конечно, он отправлял. Разве можно спорить с арабским террористом, который говорит, пишет и поет о мире? Эдна Пейер, журналист израильского государственного радио, посетила ее и сделала о ней хвалебный репортаж. С пафосом и истинно арабской искренностью Надия полностью завладела Эдной. Вряд ли стоит упоминать, что из-за проблем со здоровьем, в кавычках, и богатых и влиятельных израильских леммингов, Надия была освобождена уже через три года заключения. Сионист, изготовитель шерстяных кепок, миротворец, бывший террорист. В марте 1986 года Эдна Пейер выпустила в эфир еще одну передачу о Надии. Такое ощущение, что израильский либеральный Леммингс радио не устает восхищаться своей подругой-террористкой, которая так сильно любит ее и Израиль. В тюрьме она сказала Эдне Пейер, «В этой части мира быть евреем значит быть героем», после чего ее новообретенный израильский друг воскликнул «Она одна из нас! Она одна из нас!» И вот Эдна уже летит в Марокко, чтобы взять еще одно интервью у Надии. «Оплакивайте Эдну и всех израильских леммингов еврейской веры». Вот цитата из газеты «Джурзалемпост» 21 марта 1986 года, где была помещена статья о второй программе о Надии, которую записала Эдна по возвращению из Марокко. «Весь тот спектакль, что устроила Надия во время заключения, есть весь ее энтузиазм, пассионизму, еврейские песни и восхищение израильским патриотизмом, все это было фальшью». Вот что говорит Надия. «Мы отправляли послания нашим братьям в оккупированных территориях с помощью тюремных рабочих и другими способами. Те, на первый взгляд, невинные, незапечатанные письма, которые я отправляла за границу через израильского интеллектуала. Даже они содержали такие послания. «Вы, израильтяне, так уверены в своей правоте. Вы так хотите, чтобы люди верили вам и понимали вас». Конец цитаты. В яблочко Надия. Бедная Эдна. Бедный Израиль. Эта эрозия национальной воли видна не только в фильмах и театральных постановках. Мы ежедневно видим ее в различных проявлениях мазохизма, комплекса вины и ненависти к себе, которые изливаются на нас из уст израильских евреев на левых радио- и телеэкранах. Сами новости чрезвычайно предубеждены. Ливанская война освещалась настолько предвзято, что в националистических кругах новостные программы получили прозвище «радио и телевидение Фатха». Естественно, что любая попытка отредактировать или запретить программы, могущие послужить целям противника, например, такие как продолжительный репортаж с церемонией вручения дипломов в университете Аль-Наджа в Шхеме, насквозь пропитанной симпатиями КОП, немедленно объявляется цензурной. Несомненно, первое, что должна сделать любая здравомыслящая национальная партия по приходу к власти, это избавиться от жуликов, разрушить всю левую государственную прессу с ее продюсерами, редакторами и комментаторами и привлечь евреев, приверженных сионизму и иудаизму и имеющих здоровое, гордое отношение к государству Израиль. Выбор должен делаться не по партийной принадлежности, но по идеологическому мышлению. Вот что должно быть сделано, и если угодно Богу, будет сделано. И пусть ни один левый, кто сегодня не дает мэйру Каханы выступать в государственных СМИ из-за его взглядов, завтра не жалуется, когда его самого уберут по этой же причине. Дурное, пагубное чувство вины интеллектуалов проявляется мириадами способов. 30 художников, в кавычках, членов Израильского союза деятелей искусств, 12 августа 1984 года выехали из Иерусалимского дома искусств и отправились в арабский лагерь беженцев Джабалия в Газе, чтобы выразить протест против ареста художника из ООП Фатхи Рбана за его картины симпатизирующие ООП. Еврейские художники демонстрировали плакаты с надписями «Нет искусства без свободы!» и художник в тюрьме Каханы в Кнесете, после чего подписали резолюцию в защиту араба из ООП, в которой говорилось «Ограничения свободы выражения ведут прямо к фашизму». В марте 1986 года группа студентов под названием «Форум» провела семинар по праву и правам человека в Тель-Авивском университете. Конечно же, были приглашены и сочувствующие ООП арабы с территорий. В конце концов, разве не они являются главными жертвами израильских гонений? Среди них была некая Мона Рашмаави, юрист из Рамалы. Во время перерыва гонимая Мона сказала, что наличие в зале израильского флага создает для нее проблему, поскольку может быть истолкована как признание ею «факта завоевания» в кавычках. Что именно она вкладывала в понятие завоевания не совсем ясно, хотя праворадикальные фашисты могли бы заметить, что флаг находится на территории Тель-Авива. В любом случае, израильские интеллектуалы исполняют каждую прихоть Моны, и профессор Тина Рейнхарт поспешила переместить израильский флаг в другой угол, где гонимая Мона не смогла бы его увидеть. 9 января 1985 года около 2500 радостных арабов собрались в университете Аль-Наджа, что в городе Шхеме, Наблусе, в Самарии. Аль-Наджа, один из не менее чем семи университетов в Иудее, Самарии и Газии, все созданные ясное дело израильтянами. Излишне упоминать, что Иордания предусмотрительно не создавала собственные университеты на территориях, которыми она управляла в период с 49 по 67 год. Если существует универсальная формула выращивания мятежников и революционеров, то это создание университетов, из сети которых выходят сыроватые интеллектуалы. О да, евреи вечно милосердные, демократичные и нацеленные на самоуничтожение, поспешили разрешить арабам создать инкубатор для выращивания руководства ООП. Вот что еврейское телеграфное агентство передавало 14 января 85-го года о выпускном собрании, проходившем в тот день в Аль-Надже. Радостные палестинцы собрались на свое четвертое выпускное собрание в университете, который не раз служил полем жестоких сражений между арабскими студентами и израильскими солдатами. Они исполняли националистические песни, выкрикивали палестинские лозунги и слушали патриотические речи. При этом на заднем плане реял большой, красно-бело-черный палестинский флаг, абсолютное табу по букве израильского закона. Однако армия не приближалась к университету и не вмешивалась в ситуацию. Когда 481 выпускник вошел в зал под звуки национального палестинского гимна «Моя страна», демонстрируя жест в форме буквы «Ви», символ ООП, толпа радостно приветствовала их. Среди зрителей находились многие из национальных лидеров, большинство из которых были смещены из официальных должностей Басам Шака, бывший мэр Набулуса и Карим Халав, бывший мэр Рамаллы. Конец цитаты. А ведь мы знаем, что иорданцы разрываются между изумлением и неверием. Кто кроме евреев позволит такую открытую демонстрацию палестинского национализма, которая гарантированно создаст интеллектуальное руководство ООП? Кто еще может не понимать, что арабов распирает гордость и ненависть к Израилю, когда под своим знаменем они поют свой гимн «Моя страна». Кому еще так сложно увидеть, что арабы прекрасно понимают, они являются свидетелями поражения Израиля, еще одной слабости Израиля и его страха перед Америкой. Ведь какой гость присутствовал на перемирии? Еврейская телегия? Еврейское телеграфное агентство сообщает, рядом с ним, Шакой и Халафом, сидел почетный гость Ватх Клевариус, американский генеральный консул Восточного Иерусалима. Его присутствие служило явной демонстрацией интереса Америки к качеству жизни палестинцев под израильской оккупацией. Конец цитаты. Интерес Америки более правильно было бы сказать давление, толкающее даже нормальных израильтян к краю безумия. Это неприкрытое вмешательство США в жизненно важные израильские интересы уступает лишь унизительному требованию Вашингтона по созданию двух отдельных консульств в Иерусалиме восточной арабской и западной еврейской частях. Этот Шак-Ша настоящая пощечина Израилю служащая напоминанием что для Вашингтона Иерусалим не является еврейским городом но разделен на восточную и западную части еврейскую и арабскую народ государство будь у них хоть капля гордости давно бы запретили иностранным официальным лицам въезд на территории для агитации арабов да еще и закрыли бы одно из консульств любое по выбору американцев поскольку это единый город еврейский арабские университеты растут как на дрожжах Аль-Наджа выросла с нескольких сот студентов когда Израиль создал ее в 77 году до 3100 в 86 все эти университеты рассадники радикального антиизраильского мышления и деятельности вот вот они монстры которых Израиль позволяет выращивать у себя под носом именно они будут возглавлять террористов и палестинцев в кавычках в будущих жестоких сражениях в революции против Израиля сколько евреев будет убито только потому что Израиль позволил своим врагам создать лидеров которые подстрекают своих людей нападать на евреев однако рассмотрим безумие еще более высокого полета как насчет гораздо более серьезной опасности исходящей от израильских арабов проходящих учения в израильских университетах каждый из них составляет частичку будущего революционного руководства палестинского в кавычках народа внутри Израиля который превратит страну в северную Ирландию член Кнессета Мухаммад Миари из фракции прогрессистов является открытым сторонником ООП и противником сионистского государства он выпускник еврейского университета Махмуд Мухарреб в прошлом председатель арабского студенческого комитета еврейского университета и израильский гражданин из города Лот сказал в интервью газете Маариф 20 января 1978 года Мы арабские студенты университета являемся неотъемлемой частью палестинской арабской нации и мы боремся на ее стороне для достижения ее целей что касается лично меня я в первую очередь палестинец житель Лода израильское гражданство меня вынудили принять силой закон требует от меня иметь израильское удостоверение и паспорт будучи палестинцем я бы предпочел палестинские документы после окончательного решения проблемы арабов Палестины в Иудее Лот будет находиться на суверенной территории демократического государства как это государство будет называться конечно же Палестина мы не признаем то право которое вы называете историческим в кавычках право еврейского народа на эту землю это наш фундаментальный принцип историческое право на эту землю есть только у палестинского арабского народа конец цитаты Махмуд получил возможность учиться в еврейском университете благодаря еврейским безумцам включая тех из них кто так рад помогать школам и другим университетам таким как Тель-Авивский университет университет имени Бен-Гуриона Хаевский университет в последнем арабские студенты выпускали газету под названием Биан в которой кроме прочего была и такая фраза мы являемся неотъемлемой частью арабского палестинского народа а ООП наше законное представительство сионизм это российское колониальное движение конец цитаты все кто с удовольствием жертвует деньги Израилю в кавычках и еврейскому государству в кавычках могут гордиться тем что весной 84 года в числе 37 выпускников химического факультета вы помогли получить степени 17 арабам куда они приложат свои знания чем сумеет заняться эксперт в области химии выступая в Кнессете пример министр Перес выразил гордость тем какого успеха добились израильские арабы под правлением дружелюбных и великодушных еврейских демократов в то время как в 48 году среди арабского населения царила повальная неграмотность сегодня по словам Переса в университетах еврейского государства проходит обучение около 4000 арабов что и говорить еще одно такое достижение в кавычках в Израиле и нам конец но нет никаких сомнений что эта политика будет и дальше продолжаться рост образования среди арабского населения не только снабдит его необходимыми для борьбы знаниями но и создаст качественно новый тип араба полностью не похожий на его покладе стих отцов так что когда идиота хронот 25 марта 1986 года пишет что после 1970 года число арабских академиков выросло в 5 раз а выпускников колледжей в 10 начинаешь понимать масштабы кровопролития которые ждет Израиль в самом ближайшем будущем разве для кого-то не очевидно что если араб хочет получить высшее образование в еврейском университете он должен как минимум выразить лояльность Израилю и принимать его как еврейское государство разве это так много ведь мы говорим о еврейских деньгах существенная часть которых собрана среди наивных евреев запада эти деньги идут на образование арабов чтобы те потом применили свои знания против Израиля и разве у нас нет десятков тысяч бедных израильских евреев преимущественно сефардских которые были бы счастливы получить то образование жилье и питание которое получают израильские арабы ненавидящие Израиль безумие еврейское безумие но нет даже этот вид лунатизма не может сравниться с другой частью израильской страны грез ее обитатели будут с жаром доказывать что цель еврейских школ в еврейском государстве воспитывать любовь веру и гордость за свою еврейскость и свою страну конечно даже во времена нынешнего безумия это заявление выглядит довольно искренне но оттого еще труднее становится даже для бывалого посетителя еврейской страны грез понять мотивы либерального прогрессивного и терпимого министерства образования которое вводит в еврейскую среднюю школу книги и произведения арабских авторов каждый из которых естественно антисионист и сторонник ООП чтобы молодой еврей мог своими глазами увидеть другую сторону в кавычках и вот мы видим как в средних учебных заведениях Израиля читают сборник рассказов арабских писателей под названием Место на земле этот сборник был подготовлен печально известным институтом Ван Лейера в котором нашли прибежище левые пораженческие евреи одним из главных достижений этого института стал подрыв убежденности евреев и их уверенности в правоте еврейского дела вот например один из рассказов этого сборника который читают еврейские школьники без пяти минут солдаты которым предстоит воевать с арабским врагом это рассказ Пера Асана Канфари он родился в Акка Израиль но позже вместе с другими арабами спахся бегством когда в 48 году арабы затеяли войну для уничтожения Израиля Кафани активно сотрудничал с ООП в Ливане где и был убит в 72 году при взрыве бомбы заложенной в автомобиль в своем рассказе он описывает как вместе со своей семьей он в 48 году бежал из Акка в Ливан представьте еврейского школьника которому предстоит трехлетняя военная служба представьте что он будет думать об арабах с которыми учатся воевать цитата женщины вышли из машин и подошли к крестьянину одиноко сидевшему на обочине дороги с корзиной апельсинов мой отец протянул руку чтобы взять один он молча взглянул на апельсин и разразился слезами словно ребенок в глазах моего отца были воспоминания о тех апельсиновых деревьях которые мы оставили евреям хороших здоровых деревьев которые он покупал одно за другим слезы полились из его глаз когда тем вечером мы приехали в Сидон мы стали беженцами конец цитаты какое впечатление этот рассказ может произвести на молодого израильтянина который и так уже страдает от невежества а также душевной пустоты и идеологического вакуума как ему удастся избежать ощущения несправедливости более того вины кто расскажет ему настоящую историю еврейскую правдивую историю кто расскажет ему правду об арабских нападениях убийствах и изнасилованиях евреев в 20-х 30-х и 40-х годах правду об арабских армиях и бандах которые призывали сбросить евреев в море после того как в 48-м году отвергли саму идею еврейского государства кто разорвет оковы арабской лжи и объяснит еврейской молодежи что апельсиновые рощи остались бы у арабов не напади они тогда на евреев кто сообщит еврейской молодежи что бегство арабов было божьим благословением и кто заставит их задуматься какой была бы их судьба если бы они не бежали безумие безумие богема и интеллигенция эти разрушители еврейского государства те кто столь отчаянно нуждается в личном психиатре и кто ведет нас к национальному вот некоторые другие заметки психиатра идиот охранот 16 июня 86 года государство израиль выплачивает семьям террористов из восточного иерусалима отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах компенсации по линии национального института страхования согласно исследованию филиала института в восточном иерусалиме выплаты получают около 20 семей заключенных по линии безопасности террористов приговоренных к десяткам лет заключения за теракты понять это способны только бог и фрейд гаарец 84 раума вейцман жена израильского голубя мира эзера вейцмана защитила своего мужа в споре с арабской молодежью это произошло в арабской деревне бака аль гарбия в треугольнике на свадьбе куда вейцманов пригласили их арабские знакомые возник спор молодые люди обвиняли вейцмана в том что он называет арабов в частности своего арабского садовника не по имени а просто араб вейцман попросил свою жену засвидетельствовать правда ли это раума позвал он ее как я зову нашего садовника раума подтвердила что ее муж зовет его по имени мухаммад конец цитаты что остается делать смеяться плакать бывший министр обороны израиля бывший глава ввс жалобно пытается оправдаться в глазах молодых арабов презирающих его до такой степени что даже общаться с ним ниже их достоинства раума раума скажи им что я правда люблю арабов скажи им как я уважаю своего садовника покажи им какие мы имбецилы в октябре 85 года член кнесета от лейбористов Аарон Харель один из наиболее активных голубей мира посетил арабское селение Тулкарем неподалеку от Нитании Харель один из самых яростных противников Каханы в Кнесете потому что Каханы призывают к удалению арабов из Израиля что говорить Харель был очень рад встретиться с арабским мэром Тулкарема последний спросил его откуда он родом из Польши ответил наш голубь тогда почему бы вам не отправиться обратно это земля моя и палестинцев ответил арабский мэр пораженный Харель который ненавидит евреев выгоняющих из страны арабов нашел возможность понять в кавычках араба выгоняющего еврея но при этом укорил его если вы говорите подобное мне голубю то что на это ответят ястребы Израильское здравоохранение пребывает в глубоком кризисе по причине недофинансирования многие больницы находятся на грани закрытия все вынуждены максимально сокращать медицинские услуги 29 января 1984 года в Тель-Авивской газете АИР было опубликовано следующее письмо некоторое время назад военный губернатор Хеврона выступая в арабской телевизионной передаче объявил что арабская больница в Хевроне получит довольно большую сумму денег еще 2 миллиона долларов было отложено на строительство нового здания аналогичный проект несколько месяцев назад был завершен в Газе несмотря на все это мы продолжаем читать в прессе о финансовых проблемах клиники Ротшильда в Хайфе которая не может полноценно функционировать из-за недофинансирования от лица тысяч иммигрантов которые приехали в Израиль веря что они приехали в еврейское государство я спрашиваю когда мы прекратим расточать наши ограниченные средства на социальные программы арабского населения которое не платит ни подоходный ни медицинский налог не служит в армии и начнем реабилитацию еврейских граждан Израиля конец цитаты очевидно что сумасшедший автор письма явный расист не понимает что если арабы территории не будут чувствовать себя хорошо они все возненавидят евреев и вступят в ООП именно это министр обороны и сообщил к Нессету в июле 1986 года арабы должны сидеть смирно так звучит политика вот они и сидят они сидят и смирно покупают еврейскую землю и еврейские дома субсидируют арабские сельское хозяйство и промышленность чтобы евреи задохнулись в конкурентной гонке при этом наша главная цель их спокойствие иначе они заразятся антиизраильскими настроениями 3 апреля 1985 года Хаим Герцог стал первым президентом Израиля посетившим арабское селение Ум-Аль-Фахтм этот визит был широко разрекламирован как ответ расизму а также члену Кнессета Мейру Каханы который за полгода до того тоже пытался посетить это селение с целью осветить противоречие между сионизмом и арабскими чаяниями в ходе своего визита герцог объявил я считаю этот визит вызовом тому злому духу который несет с собой семена разрушений разделений и ненависти конец цитаты президент сын покойного главного раввина со всей ясностью показал почему Каханы применил к нему фразу из Талмуда уксус сын вина Каханы не зря выбрал именно Ум-Аль-Фахм который герцог объявил эталоном сосуществования и лояльности Израилю в реальном мире за пределами роскошного президентского дворца который герцог покидает не так часто Ум-Аль-Фахм славится антиизраильскими настроениями вполне соответствующими общей картине влияния ООП в этой местности вот почему Associated Press в 80-м году сообщала Тель-Авив 20 января около пяти тысяч арабских футбольных болельщиков заполнили стадион в Галилее где их команда встречалась с еврейской командой болельщики скандировали Хамейни и покончить с сионизмом Это больше чем обычные футбольные беспорядки сообщил источник в полиции еврейские игроки были вынуждены забаррикадироваться в раздевалке где просидели два часа в то время как арабы пытались взломать двери 4 сентября 80-го года жители образцового арабского города Пахаэму герцогу учинили беспорядки заголовок в газете Маариф гласил на массовой демонстрации в Ума-Аль-Фахме в полицию летят камни 12 декабря 79-го года Маариф опубликовала длинную статью в которой рассказывалось о нападении арабов Ума-Аль-Фахме и других селений долины Вади на уединенное еврейское поселение Мей-Ами арабские поджигатели устроили три пожара уничтожив 11 гектаров леса на территории еврейского национального фонда и украли большое количество сельскохозяйственного оборудования после этих событий один из поселения сказал это конец нашим надеждам арабский юрист из Ума-Аль-Фахма этого идеала герцога сообщил в интервью прессе арабские деревни треугольника сидят на вулкане чувство дискриминации растет не по дням а по часам а вместе с ним ненависть и отчаяние конец цитаты правда же в том что Ум-Аль-Фахм это рассадник арабской ненависти к сионизму это эпицентр одновременно и движения сыновья деревень и исламского фундаментализма хамейнистского толка только арабы Ум-Аль-Фахма знают насколько лучше их понимает мэр Каханы чем президент уксус сын вина можно бесконечно обсуждать достоинства и недостатки движения мир сейчас Шалом Ахшав однако лучшим ответом на вопрос нужно ли это движение евреям будет следующее высказывание Ибрагима Тавиля Тавиль это бывший мэр Эль-Бире пригорода Рамалы к северу от Иерусалима горячий сторонник ООП он был смещен с должности израильскими властями за членство в национальном руководящем совете входящем в структуру ООП в своем интервью он разразился гневом по поводу того что евреи контролируют Конгресс американские газеты мир бизнеса и избирательную систему заявил что в предполагаемом палестинском государстве на западном берегу евреям места не будет а также добавил следующее Я надеюсь что движение мир сейчас будет развиваться потому что его деятельность приблизит появление независимого палестинского государства Конец цитаты У оппонентов мир Шалом Ахшав Никогда никогда не появится лучшего аргумента Если Тавиль прославляет Шалом Ахшав все нормальные евреи должны быстро перейти на другую сторону Ну и конечно же вопрос медленного овладения арабами Израилем с помощью денег В сентябре 1986 года синагога в Стамбуле подверглась нападению арабских террористов Мир был поражен Но в июне 1986 года другая турецкая синагога не попала на передовицы Здание этой турецкой синагоги что на улице Яфет в Яфа Израиль было продано Покупатели принадлежали к группе которая специализировалась на скупке еврейской недвижимости в Яфа предлагая цену выше рыночной и платя наличными Более того эта группа открыто поддерживает ООП Именно об этом писала израильская газета Гатсофе 27 июня 1986 года Те кто дали за синагогу полную цену в кавычках не скрывали свою принадлежность группе покупающей еврейские здания в Яфа Цитата Яфа был завоеван мечом евреями но будет освобожден деньгами Конец цитаты Так гласит девиз группы ставящей своей целью выдворить евреев из Яфа Об этом сообщил журналисту Ацофе один из старейшин христианской общины Имя информатора есть в архиве газеты По его словам методы этой группы состоят в том чтобы скупать принадлежащие евреям дома пусть и по высокой цене и вселять в них арабов в основном из газы финансирует эту деятельность Ливия и Саудовская Аравия Конец цитаты Поскольку большинство людей не осознают всю глубину проблемы напомним что до 1948 года Яфа был полностью арабским городом причем по плану разделения ООН от 1947 года он был включен в предполагаемое арабское государство когда арабы отвергли этот план они напали на евреев в приграничном Тель-Авиве но потерпев поражение от Иргун Сваилиуми и группы Штерна были вынуждены отступить в то время Яфа был крупнейшим арабским городом с населением около 80 тысяч человек и они бежали в газу в последующие годы умные арабы получившие название умеренных в кавычках предложили признать Израиль если он согласится на все резолюции ООН включая возвращение в кавычках в то время уже более двух миллионов беженцев бежавших из еврейского государства после того каких надежды уничтожить его не осуществились естественно подобный сценарий означал бы конец еврейского государства во-первых демографически во-вторых в результате погромов и Израиль отклонил все подобные предложения тогда умные арабы начали скупать еврейские дома в Яфа и вселять в них именно тех явских арабов которые когда-то бежали в газу этим они создают необходимый политический факт который позже послужит прецедентом для требования арабов и ООН вернуть и всех остальных беженцев безумие чистое безумие но есть еще кое-что не только в Яфа ООП и арабские государства например Иордания и Саудовская Аравия действуют столь умело скупая еврейские дома и перевращая города в де-факто арабские арабы блестяще воспроизвели изначально еврейскую политику которую в ранние годы сионизма осуществлял еврейский национальный фонд и создали собственное аналогичное образование которое вполне можно назвать палестинским национальным фондом действительно это именно то о чем бывший член Кнесета Раанан Наим Лейборист говорил в интервью израильскому еженедельнику Йоман Гашавуа 29 октября 82 года вызывает большое беспокойство тот факт что в различных частях Галилеи таких как Верхний Назарет и Кармель специально созданные в качестве анклава в густонаселенных арабских районах арабы приобретают у еврейского населения землю имущество дома и магазины складывается впечатление что некий национальный фонд ишмейлитов приобретает еврейскую землю и имущество точно так же как когда-то это делал еврейский национальный фонд я подозреваю что речь идет об организованном приобретении земли за которым стоят богатые арабские страны такие как Кувейт и даже ООП конец цитаты давайте проникнемся пониманием происходящего владение землей в земле Израиля всегда воспринималось как основа для образования еврейского государства действительно в уставе еврейского национального фонда четко сказано что общественная земля то есть принадлежащая фонду не может быть продана или сдана в аренду неевреям в свою очередь это является светской интерпретацией запрета Торы продавать землю неевреям символизм еврейского владения землей всегда ясно осознавался все это важно понимать в свете того о чем 6 января 84 года писала газета Маариф статья вышла под заголовком арабы покупают землю Израиля в ней писалось фермер из Хадеры город в самом сердце еврейского агропромышленного комплекса по всей видимости не смогу стоять перед искушением арабский бизнесмен такой-то предложил ему самую высокую цену за его 4 гектара земли к этому участку также проявил интерес кибуц Ган Шмуэль но бизнесмен предложил более высокую цену сад был продан арабу один из хадерских фермеров описал случившиеся следующими словами это предательство такого еще никогда не было чтобы еврей продал землю арабу если садовник ветеран один из первых поселенцев хадеры может продать свой сад то мы должны тысячу раз задуматься над ситуацией без еврейского сельского хозяйства государство не может быть государством конец цитаты и это вовсе не единичный случай сегодня закон не запрещает израильским евреям продавать свою частную землю арабам однако в прошлом это было невозможно по многим причинам во-первых еврейская государственность накладывает на евреев национальную обязанность владеть землей во-вторых в ранние годы еврейских первопроходцев арабы были рады продавать евреям землю потому что получали хорошие деньги но уже их дети закончившие израильские школы стали отчаянными националистами и они никогда не продадут свою землю более того для них приобретение еврейской земли не только выгодно с коммерческой точки зрения но и является актом арабского национализма именно к этому их побуждают ООП и другие арабские националистические силы в-третьих сегодня у арабов есть деньги много денег которых нет у евреев отчасти потому что их тайно финансируют ООП и арабские страны уже только этот факт более чем красноречиво свидетельствует о безумии Израиля а отчасти по той причине что арабы в Израиле даже близко не платят те налоги которые должны платить а арабы на территориях освобождены от налогов полностью израильские арабы обманывают и осмеивают чиновников опасающихся войти в арабские поселения из-за возможности массовых вспышек насилия в них а также государственной политики не обращать внимания на мелкие грехи арабов лишь бы они сидели смирно поистине безумная концепция они сидят смирно и собирают огромные средства для покупки Израиля и вот мы снова читаем в Маариф 15 февраля 85 года о самой настоящей эпидемии арабской скупки еврейской земли в Квартаворе где в 19 веке богатый барон Эдмунд де Ротшильд покупал и отдавал землю возвращающимся евреям в статье Аарона Долева под заголовком барон Ротшильд переворачивается в гробу приведено интервью со сторожилом Квартавора 63-летним Иудой Коином поверьте мне барон переворачивается в своем гробу и не только он мой дед и отец Бен-Гурион и даже Игаль-Алон который родился в Квартаворе разве мы для того получили эту землю чтобы продавать ее теперь арабам которые хотят уничтожить государство Израиль мы уже наслышаны что арабы скупают еврейскую землю за саудовские деньги об этом знает каждая собака в арабских деревнях я слышал об этом даже от арабов что работают в деревне конец цитаты 7 февраля 85 года газета Аарет в своей передовой статье привела слова главы городского совета Квартавора Мики Гольдмана Гольдман является ветераном партии труда статья начинается так первые среди галилейских евреев наблюдается тенденция продавать свою землю арабам уже 4 жителя Квартавора восточной Галилее получили от арабов аванс за землю пятницу глава совета Мика Гольдман пригласил этих продавцов в свой кабинет с целью переубедить конец цитаты при том что я полностью согласен с Гольдманом в его оценке происходящего как национальной трагедии я не могу не обратить внимания на невероятное безумие и лицемерие в его словах когда он проклинает каханы за расизм в кавычках это очень серьезная проблема мы должны решительно искоренить продажи земли я верю что мы можем сосуществовать с арабами в арабской деревне и евреями в еврейской каждый из нас должен придерживаться своей национальности конец цитаты фанатичный антикохонист писатель Гавриэль Штрасман написал в Маариф 10 февраля 85 года следующее вдобавок к насилию над евреями со стороны арабов теперь мы становимся свидетелями того как они скупают землю евреев в земле Израиля в это просто невозможно поверить гектар за гектаром и вот перед нами уже не Израиль а Ишмаэль идущий по проверенному пути мысль о том что евреи в Иеруси Исраиль и особенно в Галилее где арабов уже больше чем евреев могут продавать землю арабам просто умопомрачительно в это просто невозможно поверить я хочу чтобы меня правильно поняли я возражаю против этих продаж не с позиции расизма я возражаю против них из чистого национализма которого я не стыжусь конец цитаты я делаю паузу и улыбаюсь и одновременно в глазах у меня слезы слезы скорби по запутавшимся лицемерам Израиля когда все это говорит Кахане он расист когда это же говорят Гольдман и Штрасман они националисты так может быть Кахане тоже националист а вот Дан Бен Амоц хоть и ненавидит себя зато не боится сказать то от чего мыльный пузырь лицемерия лопается я кое-чего не понимаю если все наши граждане в полном смысле слова равноправны перед лицом закона вне зависимости от религии национальности пола и расы что зафиксировано в декларации независимости и если это действительно демократическое государство то объясните мне почему гражданин еврей не может продать свою частную собственность гражданину мать которого так случилось не была еврейкой Хадашот 15 февраля 85 конечно мой ответ очевиден в еврейском государстве в сионистском государстве евреи и неевреи не равны в национальных сферах жизни но не принимая мой ответ комплексующий Бен Амоц адресует вопрос антихохонистским сионистским демократам которые не могут на него ответить равно как они не могут объяснить причину своих возражений против требования партии Ках чтобы в еврейском городе Кириат Арба использовала столько еврейская рабочая сила когда в Кнессете разгорелся скандал я спросил сколько арабов работает в Кнессете в любой должности после чего заметил что если арабский парламентарий потеряет свое место его не возьмут на работу даже официантом в столовой Кнессета ответа на мой вопрос не последовало да и существует ли ответ когда я спросил почему в тридцатых годах Гестадрут жестко наказывал еврейских работодателей за найм арабов вместо евреев почему против найма арабов протестовал еврейский национальный поэт Хаим Нахман Бялик и почему бывший министр финансов Пинхас Сапир еще будучи молодым лейбаристом угодил в тюрьму за борьбу с наймом арабов к фарсабе ответа снова не было удивительно как люди наделенные красноречием столь часто бывают поражены нематой евреи продают землю арабам в государстве Израиль и сейчас они уже продают недавно приобретенную землю в Иудее и Самарии в статье под названием евреи иудеи и Самарии продают землю арабам Хадашот 31 декабря 1984 года в подзаголовке писалось филиал компании Яэха Якира хочет продать 150 гектаров земли недалеко от Эль Каны Самария арабам из Иудеи и Самарии за деньги иорданского происхождения конец цитаты это это невероятная история евреи Израиля обремененные тяжелейшими налогами и цветущей коррупцией теряют средства к существованию вследствие банкротства своих ферм и машавов сельскохозяйственных деревень в то время как арабы Израиля и территорий свободные от таких пустяков как налоги и правила богатеют и скупают земли евреев те самые арабы с территорий которые до прихода евреев были отсталыми бедняками счастливыми уже от того что имели пару слов и вот мы снова читаем на этот раз в Гаррец 22 ноября 84 года представители арабского торговца землей Махмуда Лафита недавно связались с двумя фермерами старожилами из Зихрон Яакова а также с землевладельцами из Хадеры и Бениамины с предложением выкупить десятки гектаров частных сельскохозяйственных земель по словам его партнеров в данный момент Лафит находится в Иордании конец цитаты газета добавляет что еврейская компания также претендующая на эту землю не в состоянии побить цену араба которая в 4 раза выше самого лучшего предложения евреев откуда у арабского торговца такие деньги цитата по словам его партнеров в данный момент Лафит находится в Иордании а еврейское поселение Масуа в Иорданской равнине будучи на грани банкротства получила предложение от другого араба из Ерехона цитирую газету товар 25 мая 1986 года несколько дней назад торговец из Ерехона предложил членам Машава Масуа покрыть долг Машава в 10 миллионов долларов в обмен на право пользоваться землей и водой конец цитаты уму непостижимо 10 миллионов долларов откуда у ерехонского араба такие деньги понятно откуда от Иордании Саудовской Аравии ООП и Шмейлицкого национального фонда об этом знаем мы об этом знает правительство и военное руководство территорий и ничего не предпринимает в выпуске газеты Хадашот от 8 августа 1984 года писалось период с 79 по 83 год ООП перевела на территорию Иудеи Самарии Газы около 400 миллионов долларов об этом стало известно благодаря документу совместного комитета в который входит Иордания и ООП опубликованного в газете Восточного Иерусалима Аль Матак позвоним национальному психиатру нет лучше сразу закажем больничную палату для еврейского народа который явно выжил из ума все эти деньги свободно поступают арабам на территории чтобы покупать еврейскую землю и дома перебивать цены еврейских покупателей выдавливать евреев из бизнеса раздувать пламя инфляции и в итоге уничтожить Израиль экономически израильское правительство позволяет ООП и арабским фондам субсидировать арабов территорий одновременно освобождая их от налогов необходимости получать разрешение и следовать правилам вместо всего того что отягощает жизнь евреев в экономическом разделе газеты Маариф мы читаем следующее конкуренция трудна разрушительно часто вредит израильской промышленности источники конкуренции иудея самария газа израильские промышленники называют это нечестной конкуренцией указывая на то что заводы по ту сторону зеленой линии на территориях не связаны израильскими законами не обязаны следовать государственным стандартам не платят налоги не обязаны получать разрешение и не следуют предписаниям министерства здравоохранения наш объем производства сократился на 60% говорит Мотиха Имович из Кибуца Зиким это нечестная конкуренция у них нет больших пенсионных выплат они не платят коммунальные налоги они торгуют без чеков и не платят НДС 15% Стоит ли упоминать о военной службе которую мы проходим каждый год конец цитаты Другой еврей говорит Их товары занимают 30% рынка Статья заканчивается в мрачном тоне Промышленники обескуражены Правительству нет дела Это сложная проблема политическая и экономическая Единственное что мы делаем это прячем головы в песок Конец цитаты Арабские субсидии и безумная политика Израиля ведут к тому что еврейское сельское хозяйство умирает медленной смертью Цитата В течение последних трех лет экспорт сельскохозяйственной продукции снизился наполовину с 840 миллионов долларов до 480 миллионов сказал вчера на пресс-конференции в Тель-Авиве Ильягу из Аксон глава федерации фермеров Гарец 11 декабря 1984 года И вот еврейские сельскохозяйственные поселения закрываются и евреи их покидают надеясь однажды покинуть и Израиль А мы читаем в выпуске Довар от 21 марта 1986 года следующий заголовок Экономический рост и строительный бум в секторе газа или ведет охрану 4 мая 1986 года Сотни еврейских владельцев цитрусовых садов угрожают начать продавать свою продукцию торговцам из газы Владельцы садов пытаются выйти из-под влияния совета по продаже цитрусовых который контролирует индустрию Они аргументируют это тем что торговцы из газы предлагают гораздо более высокие цены чем совет Конец цитаты Безумие Обанкротившиеся Машавы Негева вынуждены нарушать закон и сдавать землю арабам Вот что писалось в выпуске Довар от 16 октября 85 года Около 40% сельскохозяйственных поселений Негева сдают свои земли сельскохозяйственную продукцию и воду арабам из сектора газа за хорошие деньги в основном иностранную валюту Конец цитаты А что же евреи Их безумие не знает границ Израильское Министерство Внутренних Дел 4 сентября 83 года обнародовало радостный пресс-релиз на брифинге для иностранцев В то время как мир обращает основное внимание на повседневные события в Иудее Самарии нередко упускаются из виду другие события не столь заметные стабильно растущую экономику поднимающую благосостояние населения региона Конец цитаты В то время как крупные индустриальные державы выражают беспокойство по поводу высокого уровня безработицы население региона полностью занято С 70 года в Иудее Самарии показатель ВНП на душу населения вырос на 8,8% В основном этот успех стал результатом зеленой революции в кавычках экономических преобразований в сельскохозяйственной сфере успешное внедрение современных технологий стало как прямым так и косвенным результатом контактов с Израилем начиная с 67 года Конец цитаты И еврейский фермер погрязает в долгах и банкротится потому что не выдерживает конкуренции с арабами которые извлекают выгоду из израильских инфраструктурных проектов гуманитарной помощи арабам и деньгам ООП которые Израиль беспрепятственно пропускает на территории В ноябре 1985 года газета Маариф опубликовала поразительную историю о том как арабы контролируют сельскохозяйственный рынок Израиля по иорданской указке и с помощью иорданских денег В этой статье писалось 5 лет назад после того как была обезврежена банда убийц из деревни Цорев в Иудее они убили еврейскую пару недалеко от Бет-Шемеша автор Маариф Авиноам Бар-Йосеф отправился в территории чтобы пройти по следам пяти членов банды Оказалось что некоторые из них работали на евреев в Бет-Шемеше и Тель-Авиве В статье рассказывалось что кафе Штерн в Тель-Авиве принадлежит еврейскому партнеру араба из Цорефа брату главы банды к таким выводам журналист пришел в результате расследования было установлено что за рост цен на помидоры случившиеся некоторое время назад были ответственны три торговца из сектора газа государственные земли сдаются арабам в нарушении закона они делают с урожаем что хотят при этом согласуя свою деятельность с Иорданией и не обращая внимания на израильское сельское хозяйство в этих сделках с арабами участвуют респектабельные израильтяне среди которых есть бывшие старшие офицеры вооруженных сил в министерстве сельского хозяйства подтверждают эти факты Гилель Адири советник министерства сельского хозяйства сообщает производство овощей выращенных в государстве Израиль сегодня в основном находится в руках арабов с территорий земли сельскохозяйственного назначения на юге страны также в основном принадлежат арабам из газа к примеру возьмем грустную историю Питуах Шалома когда-то это была процветающая территория поставлявшая продукцию на экспорт но экономический кризис привел население к краху тогда явились арабы с чемоданами доверху набитыми долларами иорданскими динарами доведенные до отчаяния евреи не смогли удержаться от искушения и продали им права на землю конец цитаты конечно это незаконно конечно правительство не делает ничего конечно эти огромные деньги идут из Иордании Саудовской Аравии Гвейта и государство не делает ничего в октябре 84 года Мариф писала Саудовская Аравия с помощью США финансирует оккупированные территории для покрытия долгов в развитии экономики конец цитаты Иордания явно желая помочь арабам укрепиться на территориях финансирует строительство зданий нередко роскошных 2 декабря 84 года в газете Хадашот появилась следующая статья «Если спуститься по узкой дороге с холмов Ромалы Самарии сразу замечаешь кварталы новых зданий виднеющихся из-за оливковых деревьев первая мысль это еврейские поселенцы но подъехав поближе понимаешь что это не так на целые километры растянулись пустые здания без единого жителя конец цитаты почему эти арабские здания пустуют и зачем их вообще построили один араб объясняет любой у кого есть земля получает у военной администрации разрешение на строительство после чего посылает запрос в Иорданию и получает от нее 7 тысяч динаров почти 20 тысяч долларов США таким образом земля выходит ему даром деньги же приходят порциями строишь фундамент фотографируешь его посылаешь фотографию в Иорданию получаешь следующую порцию кладешь крышу получаешь еще порцию Хусейн вовсе не дурак не дурак не были бы еще дураками израильтяне дальше в статье говорится почему дома пустые у большинства людей нет денег помимо тех что пришли из Иордании по словам Пинхаса Валерстайн еврея главы регионального совета Беньямина основная цель этого строительства захватить земли к западу от Рамалы чтобы не допустить появления там еврейских поселений конец цитаты ну и конечно же обеспечить арабское присутствие в земле Израиля а что израильское правительство в газете делается вывод в гражданской администрации территорий никто не бьет тревогу дома построены на частных землях и с этим ничего не поделаешь конец цитаты да уж ничего не поделаешь Израиль не может поделать ничего чтобы положить конец потоку иорданских денег на территории ничего Итак благодаря арабским государствам жизнь арабов течет как по маслу а также благодаря евреям в то время как молодые еврейские семьи без средств к существованию вынуждены ютиться со своими родителями в тесных квартирах Жерузалем пост информирует 27 июля 84 года совместный комитет состоящий из представителей Иордании и ООП принял решение возобновить субсидирование жилья в Восточном Иерусалиме конец цитаты нет лучшего способа оценить масштаб арабского влияния на ключевой сельскохозяйственный сегмент израильской экономики спасибо безумцам в правительстве чем изучение дела о дорогих помидорах в октябре 85 года цена помидоров в Израиле внезапно подскакивает до 3000 шекелей за килограмм невероятный скачок Маариф объясняет ситуацию экономисты раскрыли рты от удивления журналисты не понимали что происходит людям пришлось убрать из салатов все помидоры разгадка этого ребуса три человека цалах альмати из газы нацер анушина из газы и салман раск аль-атар из рафиаха в секторе газа эти трое бароны израильского сельского хозяйства в южной части страны да земля зарегистрирована на евреев однако посев сбор транспортировка и продажа продукции находятся в руках этих троих и их семей в основном последний помидорный кризис случился потому что именно они повысили цены кризис начался с того что в районе арава помидоры поразил вирус вызвав падение урожаев все взоры устремились на петхат шалом который в свое время был центром экспорта сегодня тамошние евреи строят роскошные виллы а арабы выращивают помидоры когда упали урожаи арабские торговцы проявили себя настоящими экспертами они начали продавать дешевые второсортные помидоры на рынках газа и рафиаха а высококачественные отправлялись в тель-авив причем медленно и по ужасающим ценам евреи продавшие свои урожаи до кризиса хватались за голову но было уже поздно в рафиахе и газе родилось новое состояние конец цитаты страх перед мировым общественным мнением и безумное еврейское мышление считать что довольный араб спокойный и хороший араб породили политику в рамках которой арабские деньги свободно поступают в страну и финансируют конкуренцию уничтожающую евреев та же политика ведет к ситуации когда арабы освобожденные от налогов и лицензий могут с легкостью выигрывать в конкурентной борьбе стоит ли удивляться что все больше торговых мест на еврейских рынках продается или сдается в аренду арабам которые могут продавать продукцию по более низким ценам чем ограбленные ими евреи конкуренты но безумие по прежнему продолжается более того оно растет министр обороны Ицхак Рабин заявляет в Кнесете о своей поддержке планов по созданию в шхеме палестинского банка совершенно очевидно что банк будет контролироваться нашими врагами и что ему предстоит стать важным звеном в цепи поступления больших денежных сумм от арабских фондов и Ордании и Саудовской Аравии и других стран для создания экономической инфраструктуры нового палестинского государства очевидно также и то что большая часть этих денег будет использоваться для финансирования арабов которые разрушают израильскую экономику снижая стоимость рабочей силы урожаев производств как результат еврейские предприниматели сметены с рынка а деньги идут на скупку еврейской недвижимости в еврейских городах по ценам вдвое выше искушение устоять перед которым евреи не могут Яфа Акка Лот Рамье Верхний Назарет все они станут арабскими городами арабы просто скупят еврейское государство Шхем Шхемский Палестинский банк станет опорой для арабского национального фонда современного аналога тому белосинему ящичку который евреи помнят из детства но сейчас это будет уже не горсть монет а миллиарды долларов которые пойдут на уничтожение еврейского государства миллиарды долларов собранные с умом и изобретательностью арабский банк рабина станет самым мощным инструментом создания арабского государства западного берега финансовым сердцем нового палестинского государства можно поспорить на что угодно но это никого не интересует рабин и другие рабины еврейского мира убеждены что самое главное купить сердце араба и тогда вкусив экономических благ он забудет свою мечту о собственном государстве свое возмущение еврейской оккупации в кавычках земли свое национальное достоинство еврейские либералы и левые верят что можно купить арабскую национальную гордость саунами телевизорами и банками эх либерал либерал он никогда не изменится можно поспорить на что угодно но это никого не интересует и этому нет конца и края в то время как экономическая депрессия угрожает израилю коллапсом свора американских и израильских евреев с благословения администрации США объединяется с американскими арабами чтобы помочь арабам как можно быстрее купить страну в лучших традициях еврейского мазохизма вины и возлюби врага своего американские еврейские либералы сотрудничают с собственной израильской пятой колонной в поддержке бедных несчастных арабов собирают для иудеи и самарии миллионы долларов дабы улучшить жизнь своих арабских друзей на территориях вот имена евреев капиталистов членов ЕАМ еврейской ассоциации мазохистов готовых строить заводы для арабов но не для евреев конкурировать с израильскими евреями и выжимать их из бизнеса среди них немало известных и богатых генерал скавадрон бывший глава американского еврейского конгресса и председатель конференции президентов филипп клуцник бывший глава всемирного еврейского конгресса лестер краун из чикаго генеральный директор компании дженерал дайнемикс богатый еврейский финансист сирийского происхождения стив шалом чей святой покойный отец филантроп перевернулся бы в гробу генри кауфман экономист сулл-стрит магнат недвижимости лоуренс тиш альфред моузес из антиклеветнической лиги и советник джимми картера арнольд фостер бывший глава антиклеветнической лиги эдит и генри эверетс активные участники объединенного еврейского призыва и многие другие все эти евреи одержимы двумя демонами они не только верят высокомерную теорию покупки арабов но движимы либеральными комплексами вины и ненависти к себе порабощены навязчивой идеей возместить в кавычках гонимым палестинцам в кавычках все их предполагаемые страдания они больны и слепы и в своей слепоте пытаются улучшить экономическое положение арабов тех кто ненавидит Израиль и мечтает уничтожить его причем даже несмотря на то что бедные сефардские евреи из развивающихся городов и убогих кварталов все глубже и глубже погружаются в пучину бедности все они патриции еврейского мазокизма однако к ним присоединяется все больше жалкой безликой либеральной и левой еврейской молодежи воркующей о собственной вине перед арабами что изумляет и смущает последних ведь они могли бы перебить их евреев уже завтра если бы могли их хорошо представляет студент из Рочестерского университета который в ответ на мое утверждение лучше быть победителем чем проигравшим гневно восклицает это фашистское утверждение их можно увидеть в лице влюбленной в арабов израильской студентки калифорнийского университета протестующий против ударов по борцам за свободу из ООП Шхемский банк лишь еще один пример мазохистского безумия евреев и их презрения к арабам это лишь еще одно звено цепи обвивающей еврейские шеи цепи под названием ненависть к себе это признак болезни и болезни неизлечимой до тех пор пока существуют озабоченный ненавидящий себя еврейский либерал будет продолжать существовать банк в Шхеме чтобы создать финансовую инфраструктуру Палестины в кавычках и уничтожить Израиль до тех пор пока арабы будут пытаться убивать евреев еврейские либералы будут стараться покупать их и извиняться перед ними можно поспорить на что угодно а арабы видя природу леммингов Моисеевой веры с которыми они имеют дело идут еще дальше трепет и робость евреев всегда лишь усиливали высокомерие и наглость арабов и вот несмотря на то что гражданам Израиля для постройки дома требуется получить разрешение у бюрократов что так же непросто как раздвинуть волны Красного моря у арабов проблем с этим нет они просто не спрашивают и вот в Галилее за последние несколько лет нелегально построено уже более 8 тысяч зданий 8 тысяч суды предписали снести их появляется Эзер Вейтсман муж Раумы друг садовника Мухаммада покровитель арабов он шокирован не 8 тысяч свидетельств презрения арабов к закону а новостью о том что суд предписал снести здание израильский арабский шейх спешит к премьер-министру Шимону Пересу чтобы вмешаться в ситуацию затем премьер-министр и Вейтсман спешат вмешаться в судебную систему и приказывают полиции не исполнять судебное требование и не сносить незаконно построенные арабские здания пока специальный комитет не изучит в кавычках проблему в итоге 7 февраля 86 года министр полиции Хаим Барлев сообщает прессе я приказал полиции не содействовать разрушению зданий в арабском секторе этот приказ был издан после согласования с премьер-министром и другими министерствами конец цитаты еще бы ведь речь идет об арабах а не скажем о еврейском солдате по имени Эфраем Коэнцемах и его молодой жене Орли они не арабы и не живут в арабской деревне в Галилее они всего лишь евреи в трущобах Эзра в Тель-Авиве Эфраем не один год жил в трехкомнатной квартире со своими родителями братьями и сестрами чтобы жениться солдат решил пристроить к небольшому дому своих родителей второй этаж в течение полутора лет каждый день после работы Эфраем не покладая рук трудился над вторым этажом для себя и своей будущей жены наконец этаж был построен и Эфраем женился на Орли через четыре дня когда Эфраем был на работе пришли полицейские и солдаты пограничной полиции и несмотря на все протесты пять арабских рабочих из муниципалитета Тель-Авива разрушили второй этаж когда Перес и Вейтсман бросили вызов судебной системе и самовольно запретили сносить незаконно построенные арабские дома министр юстиции Мошен Ниссим сказал министры презирают закон конец цитаты что еще хуже они презирают еврейское государство и себя как евреев конечно лишь Бог и Фрейд могут понять сложную клиническую картину этого страха который мешает евреям признать что они действительно думают об арабах и почему боятся их вот еще один потрясающий пример для учебника психопатологии в ноябре 85-го года в Кнессете обсуждали проблему продажи земли евреями арабам этот вопрос поднял член парламентской фракции Ликут Бенни Шалит а в диалог с ним вступил министр сельского хозяйства Арьяна Хамкин мы вынуждены собрать все до последнего шекеля и создать общественный фонд чтобы выкупить каждый акр земли выставлены на продажу Шалит но чужие силы предлагают цену гораздо выше в этот момент в разговор вмешался Абдаль Дарваш арабский парламентарий от партии труда Дарваш господин министр вы хотите сказать что израильские арабы чужой фактор Нахамкин я этого не говорил Дарвиш это сказал Шалит Шалит я этого не говорил Дарваш говорили Шалит вы слышали чтобы я произнес слово араб Дарваш вы это имели ввиду Шалит я ни разу не произнес араб Дарваш я прочитал ваши мысли а как иначе конечно же Шалит имел ввиду именно арабов и Нахамкин призывал создать еврейский фонд чтобы выкупать землю до того как это сделают арабы и весь спор вращался именно вокруг той проблемы что арабы скупают землю у евреев но ни министр ни законодатель не осмелились произнести слово араб которое было ключевым во всей проблематике только бог или фрейд что вы не что вы не что вы не